Это вызовы времени в студии Николай Силков. Здравствуйте. Обстановка вокруг Беларуси остается сложной. Вблизи рубежей нашей республики наращивается военный потенциал НАТО. Происходят провокации. Об этом президент заявил во время закрытого совещания во Дворце Независимости, куда пригласили руководителей, силовых ведомств, совбеза и правительства. Александр Лукашенко поручил усилить контроль на южной границе. Наш президент держит в этой очень-очень сложной оперативной обстановке руку на пульсе всех процессов, которые происходят. Безопасность сейчас все люди понимают, все наши граждане, наверное, понимают на первом месте. Мы прогнозируем значительную эскалацию обстановки по периметру нашей страны. Это связано, во-первых, с темой боевых действий на южных направлениях. С этим все сейчас связано. Ну и второе, которое обсуждается, это все-таки непрекращающие попытки дестабилировать ситуацию внутри нашей страны. Это прежде всего центры за границей, которые планируют эту деятельность при поддержке непосредственно кураторов, в том числе из числа иностранных спецслужб. Планируется ряд таких серьезных акций на нашей территории. Спонсоры не дают возможности другого выхода для тех, кто уже попал в их зависимость. А спонсоры это иностранные заинтересованные лица, как физические, так и спецслужбы и другие организации. Поэтому в этих условиях глава государства распорядился, чтобы мы доложили предложение по реагированию на эти все вызовы. В фокусе внимания недружественное действие со стороны западных и южных соседей. Не секрет, что в этих сопредельных государствах продолжают готовить беглых радикалов в составе незаконных вооруженных формирований. А террористические преступления, совершенные в этом году в Беларуси, разрабатывались именно за рубежом. Оттуда пребывали и исполнители, и оружие со взрывчаткой. Президента интересуют предложения по противодействию. Обстановка заставляет реагировать на ситуацию. Госпогранкомитет уже формирует на границе дополнительные маневренные группы. Граница – это живой организм. И обстановка на границе, которая зимний период и летний, она совсем другая. Если раньше зимой где-то участки непроходимы или трудно проходимы, то весной, летом они не так и голяются. Естественно, глава государства, глава команды интересуется, какие мы меры принимаем на тех участках. Я должен говорить, какие техники мы получаем, что мы сделали. Как пример. Мы в прошлом году одну манглубу сформировали в Мозырском отряде, это около 300 человек. Сейчас обстановка такова, что мы выдвинули формировать одну манглубу на лицовом направлении, вторую как резерву на брестском направлении. Будет осень, может, там они не нужны будут, будем перебраться в новое направление. Мы работаем, я хочу завершить обстановку на границе, прогнозируя и контролируя. Стремление США сохранить доминирование противоречит интересам независимых стран. Таким мнением в ходе совещания министров оборонных государств в Тюйенов ШОС поделился Виктор Хренин. Глава ведомства полагает, военный конфликт в Украине стал горячей фазой глобального цивилизационного противостояния Запада и Востока. Он выступил триггером трансформации системы международных отношений и архитектурой безопасности, которая сложилась после Второй мировой. Это возвращает наиболее опасные сценарии столкновения ядерных держав, чреватые катастрофическими последствиями. Возрастают риски развязывания биологической или бактериологической войны, а также применения иных видов оружия массового поражения. Внедрение инновационных технологий в области коммуникации, электроники, гиперзвуковых технологий, вычислительной техники и искусственного интеллекта значительно ускоряют процессы подготовки, развязывания военных конфликтов и управления действиями войск. Стало очевидно, что наш мир будет абсолютно другим. И в этом вся суть исторического момента. В этот сложный период, столкнувшись с мощным внешним давлением, необходимо сохранить суверенитет и независимость наших государств. Выстроить новые эффективные модели межгосударственных отношений, скоординировать внешнюю политику и повысить обороноспособность, причем независимо от любых внешних факторов. Это разумная реальность, продиктованная духом времени. При этом позиция Республики Беларусь остается неизменной. Понимая, что в современном мире в одиночку надежно защитить свою независимость и территориальную целостность не представляется возможным, мы выступаем за укрепление международной безопасности на основе коллективного подхода, не терпящего конфронционного мышления, доминирования или какой-либо исключительности. Именно поэтому мы поставили себе цель стать полноправными членами Шанхайской организации сотрудничества. выполнили все необходимые внутригосударственные процедуры для присоединения и готовы к полноформатному участию в деятельности организации по всем направлениям сотрудничества. По этой причине мы выступаем за более тесное взаимодействие таких организаций, как ОДКБ, в которой в этом году председательствуем, и ШОС. Объединение усилий этих структур в сфере международной безопасности несомненно будет способствовать обсуждению перспектив создания механизмов евразийской безопасности в условиях кризиса глобальной и европейской безопасности. В этой связи хотел бы выразить нашу поддержку инициативам государств-членов ШОС по расширению многостороннего сотрудничества в области обороны и безопасности. В мае в Беларуси пройдет очередной этап комплексной проверки боевой готовности. В первую очередь это касается воинских частей и подразделений, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях. В учениях будут задействованы ВВС и ПВО, силы спецопераций, оперативное командование, ракетные войска и артиллерия. Запланированы тренировки различного масштаба. Ожидается, что призовут не более тысячи военнообязанных. Мероприятия будут проходить на нескольких полигонах. Тем временем на неделе завершилось тактическое учение с механизированной бригадой. Надо понимать, что соединение – это сложная боевая система, которая состоит из ряда подсистем. И вот на этом учении даже нам, руководству, пришлось очень сильно постараться, чтобы все вот эти элементы, все эти подсистемы проверить в реальной обстановке. Я хочу сказать, что в целом все получилось. Соединение боеготово способно выполнять вот этот весь комплекс мероприятий, которые сегодня требуются в условиях развития военного искусства, того опыта вооруженных конфликтов, которые мы наблюдаем, которые мы очень внимательно анализируем. Осуществляли вопросы выхода из боя механизированных батальонов первого эшелона и нанесение контратак танковыми батальонами, восстановление положения по переднему краю. Комплексно применялась бригадная и артиллерийская группа, применялись подвижные отряды заграждений, противотанковые резервы. В глубине наращивалась система инженерных заграждений. Командирцы со своим штабом уверенно управляли вот этим сложным многогранным механизмом. В среду ночью Украина пыталась нанести удар по Кремлю с помощью беспилотников. В результате террористического акта Владимир Путин не пострадал. График его работы изменений не претерпел. Военные и спецслужбы вывели из строя два атаковавших дрона. Москва расценивает попытку удара киевским режимом как спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации накануне Дня Победы. Россия оставляет за собой право ответить, где и когда посчитает нужным, говорится в сообщении. Что касается Беларуси, на неделе председатель Комитета госбезопасности заявил. Еще не все граждане осознают опасность, которая складывается вокруг нашего государства. Поэтому в скором времени будут опубликованы реальные материалы задержаний, работы контрразведки и многое другое. В первую очередь это необходимо, чтобы каждый понимал, с чем имеет дело силовой блок страны. Мы провели большую работу за последние несколько лет. Ситуация достаточно спокойная. То есть есть внутреннее единство, это главный фактор спокойствия и мира. Что касается внешней политики, внешнего, тут не все от нас зависит, но мы ведем себя так, чтобы лишний раз не нагнетать ситуацию, но при этом помогать нашему союзнику в основном, в той степени, в которой это необходимо. Вот мы нашли определенный баланс. Да, ситуация непростая, она взрывоопасная, но мы делаем все, чтобы это нас не коснулось, и чтобы мы оставались гарантом все-таки мира во всем регионе и в нашей стране, конечно же, безусловно, внутри. Сохранять эту мирную, спокойную ситуацию. Продолжение следует...